Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Беременная в 16, всегда благодарен за лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски, а также переходите по ссылке в описании, потому что там по самой низкой цене я, ребят, продаю курс по ютубу, где каждый может научиться зарабатывать на ютубе, становиться популярным, и все секретные фишечки я выложил там за самую низкую цену, которая была 90% скидки. Ниже не будет, поэтому не теряйте времени, курс по ютубу лично от меня, полтора часа чистой воды, ссылка в описании, а мы начинаем новый выпуск, поехали! Ну давайте! Привет, меня зовут Алина, мне 16 лет, и я из столицы Удмуртской республики, города Ижевск. 16 лет. После девятого класса поступила в Московский финансово-промышленный университет на юридический факультет, сейчас учусь на первом курсе на заочном отделении, это дает мне возможность подрабатывать официанткой горничной в санатории. Молодец, тут сработает. 12 тысяч рублей в месяц, я считаю, что для подростка это неплохо. Зарабатывать это реально достаточно сложно, но классно тратить их, вот это вообще самый кайф. До 12 лет я жила в полноценной семье. Мама, папа и старший брат. Мою маму зовут Ира, ей 55. Папе Андреев... Мама 55? А, так это у мать не то, что старородящая. Прямо-то мама родила в сколько? В 39-40? В 43. А моему брату Владу 30 лет. Мама родила его... А, подождите, ладно, мамка очень любила просто рожать детей. ...по первого мужа, с которым разошлась, когда Владу было 7. А вскоре встретила моего отца. Жилья не с мамой неплохо, папа работал грузчиком, не смог найти работу получше. У него всего 8 классов образования. А мама училась в Ижевском техникуме советской торговли на товароведы, но уже много лет работает риэлтором. С папой Алиной мы прожили 20 лет, брак мы с ним не заключали, у нас был гражданский брак. У нас такая интересная история, мы с... 20 лет, нахрен тот брак. Мы как-то ехали по городу, там строилась церковь. Я ему все говорила, когда вам брак-то заключать? Он говорит, построится церковь и помечаемся. Церковь построилась, а он раз и ушел к другой. Вот, бля, вот верь после этого потом в бога. А, гавнюк, а? И не просто к другой, а к Любе, двоюродной сестре мамы. Полтора... Бля, Санта-Барбара-то какая, двоюродная сестра мамы, мамы! Года папа изменял маме за ее спиной, а потом просто собрал вещи и ушел. Для мамы это был сильный удар. Может быть, мне было даже и легче, что если бы он ушел к чужой женщине, которую я не знала. Потом я еще ему очень много смс отправляла. Ладно, ты меня бросил. А ребенка-то зачем бросаешь? И после того, как мой папа бросил нас, мама вычеркнула его из своей жизни. И свою двоюродную сестру Любу тоже. Мне не запрещало общаться с отцом. Тем более он живет со своей новой женой в Ижевске. Но желания поддерживать с ним связь у меня не было. Как я его ненавидела. Он просто для меня умер. Папа ушел из семьи в очень сложный для нас период. За месяц до его ухода умерла моя бабушка, мамина мама. И от всего происходящего мама погрузилась в полную депрессию. И переехала жить в дом бабушки в починок Гальянске за 27 километров от Ижевска. А я осталась жить с братом Владом в нашей двухкомнатной квартире в городе. На выходные я ездила к маме в Гальянске. И мне было очень больно на нее смотреть. Она все время плакала. Пару месяцев я молча злилась на нее за эту слабость. А потом в один момент меня накрыло. Я просто подошла к маме с слезями на глазах. Я говорю, встань. Она такая, ты не понимаешь, мне плохо. Я сказала, я хочу блинчики. Встань и съезди в магазин. Ну и короче, она встала и поехала. И все. И после того... Как вывести человека из депрессии? Встань! Иди, сделай блины! Жизнь не прекращается. Хочу жрать! Она пошла к психологу. То есть моя вот эта вот злость. Она ей помогала действительно встать на ноги. Маме удалось справиться с депрессией. Она занялась собой и сбросила 20 килограмм. И вскоре встретила свою первую любовь в дядю Славу. Ему 58. Работает водителем автобуса в Иркутске. Он постоянно в командировках. В проекте сниматься не захотел. Раньше дядя Слава был женат. И у него есть взрослая дочь Женя, которой 35. Через пару месяцев их с мамой отношений, они стали жить вместе в доме моей бабушки. К дяде Славе я отношусь нейтрально. То есть мне не нравятся некоторые моменты только то, что типа я самый умный, да, вы там все тупые. Поэтому, когда дядя Слава появился в жизни моей мамы, я стала реже приезжать к ней в гости. Да и в городе с братом вдвоем мне живется хорошо. У меня с Владом очень хорошее отношение. Заботой, любовью. Он мне заменил реального отца. Влад не женат, детей нет. У него на первом месте самореализация. Я, отучившись в колледже на технико-пожарной безопасности, по специальности работать не пошел. Начал заниматься бизнесом. То квартиры сдавал... Как-то так странно про брата рассказывают. У меня начинают в голову лезть всякие непоте... Некультурные мысли. Ну, странно, что за брата так прям рассказывают. Кем он, чем он, чем он дышит. ...суточно, то ремонты делал. А когда мне было 14, знакомый предложил Владу перебраться в Москву и изготавливать парковую мебель. И мой брат уехал. Ну, ладно, хорошо. Очень сильно переживал, что она остается здесь одна. Все, это брат. И постоянно маме говорил, что надо бы либо, чтобы она у тебя, либо, чтобы ты с ней жила. Но на этом у нас все и закончилось. Да, я очень сильно тревожилась, что Алина осталась в городе жить одна. Даже были случаи, когда... Алина пришла с улицы, пришла, говорю, включи стиральную машину. Она все время смеялась. Зачем? А потому что, когда стиральную машину включаешь, звонок появляется там, что она включается. Вот так ее проверяла. Мама не могла бросить свое хозяйство в Гальянском, а я не хотела там жить. В итоге в 14 лет я осталась одна в двухкомнатной квартире в Ижевске. Алисой, там эгэгэй, понеслась. Пацаны, девки, пати на хате, бля. Туц, 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 туц. Брат уехал, мамка в селе, бля. Туц, туц. Но несмотря на то, что я стала самостоятельной и взрослой, мои брат и мама все пытаются меня контролировать. А я хочу пустить. Звонят по пять раз в день. Думаю, весь этот контроль, потому что брат и мама знают, что я встречаюсь с парнем. Его зовут Илья, ему 18 лет. Ага, Илюшка. Мы познакомимся с общей компанией друзей и встречаемся уже полгода. Блин, для меня идеальная девушка, потому что именно такой я представлял себе. С ней не скучно. Всегда есть с чем поговорить. Илья для меня тоже идеальный. Он спокойный и серьезный парень. Учится в Ижевске на третьем курсе политехнического техникума, на станочнике широкого профиля. А после учебы иногда подрабатывает, делает опалубки под фундамент. Я познакомила Илью с мамой почти сразу, как мы начали встречаться. Он мне понравился. Мальчик рыботящий, рукастый, добрый, ласковый, нормальный, хороший мальчишка. Все, на огороде не пропадет. Бля, иди сюда. Будешь летом приезжать, некая весной картошку садить. Хочешь летом, надо помогать. А вот я не знакома с семьей Ильи. Знаю о них лишь с его рассказов. Его маме Любе 47, она продавец в магазине Митин. А его папе Славе 52, занимается отделкой квартиры в новостройках. Они развелись, когда Илье было 5, а его старшей сестре Насте 9. После развода папа Ильи переехал в деревню Июльская за 40 километров от Ижевска. А мама осталась жить в городе. После развода со Славой никто из нас плохим родителем не стал. Мои дети, они общаются оба с отцом. У них нет никаких преград, я никогда их не ставила. Сейчас у Дядь Славы новая семья. 8 лет назад он женился на женщине с двумя детьми, которая младше его на 20 лет. Ее зовут Катя, у них родилось еще трое детей. А мама Илью же... Чувак, блин, нашел жену на 20 лет младше. Трое детей от молодой, еще двое от первого брака. Пять детей. А если мы сейчас начнем считать, то еще двое от первого брака. То есть батя, семь детей у него. Это так, официально только. Четыре года живет с мужчиной Костей, ему 46 лет. Новые спутники родителей Ильи, как и мой отчим, участвовать в программе не захотели. В общем, несмотря на то, что у родителей Ильи новые семьи, а ему самому же 18 лет, его до сих пор воспитывают. И это воспитание строгое. Особенно, что касается взрослых отношений. Я вам сказал, сына, если ты познакомился с подружкой или девушкой, никогда не занимайся непотребством. То есть сексом. Никогда не занимайся. Фу, грех. Перекрестився, бля, так три раза, бля. Сказал спасибо вашему дому, пойду к другому. Серьезно, батя? То есть единственное, что ты мог посоветовать сыну, бля, не согреши, бля. Не дай бог, бля. Це такий грех отвисне, отсохнет и отпадет, бля. Зуб даю, бабка так робела. А просто поговори там, типа, ну бывает. Как минимум твоего сына, как бы, 18 лет, уже по утрам там. Эй, добрый вечер, строго! Ну, рассказать, типа, зачем этот прибор, как бы, нужен. Может, что там делать, как бы. Откуда дети? Не, не надо, тьфу, отсохнет. Если ты этим будешь заниматься, ты можешь потерять эту любовь. А-а-а. То есть поняли? Если, не дай бог, впихну, все, любви не увидишь, бля. Все, кто пихают, любовь не получают. Это великие пословицы чем, да, бля. Добрый вечер, это вообще грех. Поэтому, когда мы начали встречать... А когда после брака, понимаете, люди уже расписались, Суда-суда потом говорит, Галя, бля, ну ты хоть ноги раздвинь, бля. Она каже, а я не хочу. И дай в сраку развод, бля. Ну, каже, чё ты так богато разводов в семье? Потому что есть такие, до брака, не-не. Нет, ну тут дело каждого, конечно. Илья не хотел говорить родителям правду, чтобы не слушать их нравоучения. И по началу нашей совместной жизни Илья честно следовал принципам отца. Но не так долго. Что, три месяца с начала отношений у нас случился первый секс. Два линии с другими... Что такое? Ты что, не христианин? Ты что, не послушался папку? В смысле, ты должен был ждать до 30, 25. Не важно, когда это случится. Настоящую любовь. Может, в 40. Главное, что... А если вот не настоящая любовь? Только настоящая. Если в 40, так в 40. Вот тут, тогда бы достав своего цвиркунчика бы и... Илья не спал. Ну меня как бы так и воспитывали. То, что секс только после свадьбы. С Алиной получилось по-другому чуть-чуть. Плохо воспитали. Но Илье придется сказать родителям правду. Ведь я беременна. Вот, ну потому так вот и бывает. Потому что казали нельзя, то грех. А вот что рассказать, как получаются дети, тут уже как бы боженька не в силах. Понятно. Беременна. О беременности я начала подозревать, когда у меня резко повысился аппетит. За завтрак я съедала в три раза больше обычного. И на протяжении дня закидывалась едой, как могла. За обед, блин, первое, второе, третье, четвертое. Ну вот тогда просто начала... У меня что-то такое впечатление, когда беременный. Ну такое не происходит. Мне кажется, просто ты начинаешь дохренища жрать. Просто распускаешься. И вот как? Просто дофига всего. Но я думала, что это как бы перед менструацией. Гормоны шалят все такое. У меня как раз должен был срок подходить к менструации. У всех бабы перед месячными, бля, злые и жрут дохрена. Я понял, бля. Не подошел. Но я не испугалась. Ведь я очень хочу стать молодой мамой. У меня просто было такое вот желание. Хочу ребенка. Прямо так хотелось. Я Илюху очень сильно люблю. И от Ильи имеют детей, для меня это вообще... Он же вообще классный. Я специально спрятала все презервативы, которые были дома. И когда дело дошло до близости, не пустила Илью в магазин. Угу. Илья такой думает. Так, бать, я сказал, но нема. Пихай так. Илья, не-не-не. Давай-давай-давай. Ну а когда поняла, что у меня задержка, сказала об этом Илье. И он купил тест на беременность. Звели тест, показал положительный. Я офигел. В 18 лет стать отцом это верновато, конечно. Но сделал, отвечай. Я готов нести ответственность. Илья четко сказал, никакого аборта. Ребенка оставляем. Но он не знает, как сказать об этом своим родителям. Я так понимаю, баба очень хотела и сделала все для того, чтобы забеременеть. То есть тут у нас получается беременность ни хрена не случайная. Ну, со стороны ее. Не настолько молодая. Сравнила, конечно. Баба 22 родила, а это в 16. Да почти одно и то же. Шесть, сколько, да? Шесть лет разницы. Это то же самое, что в 10 и в 16 родить. Шесть лет разницы. Шестнадцать, десять лет. Молодая мама. И занимается собственным бизнесом по профессиональной ориентации. Но Илья сказал, что Настя такого же мнения, как и его родители. И что она сама до замужества не вступала во взрослые отношения. Ну, это очень важно. Сохранять себя для мужа. Я считаю, это ценность женщины. Если мужчина понимает, что эта девочка была не тронута, у него совершенно другое отношение к ней. Зная наперед, как Настя может отреагировать, мы решили пока ей не рассказывать. И его родителям тоже. Но о своей маме я тоже боюсь говорить. Ведь она перенесла три инсульта. И сейчас ей нельзя нервничать. Но оттягивать наш разговор я не хочу. Поэтому позвонила маме и все ей рассказала. То, что Алина так рано забеременела. Все, блядь. Заказывайте батюшку, блядь. А нельзя было маме хотя бы не по телефону, блядь, сказать? Ну, там типа... У мамы три инсульта, поэтому я позвонил. Мам, я беременна. Все, пока, блядь. Хоть как-то маму подготовь, что ли, как-то, ну. Осталось жить в деревне, я ведь. С другим мужчиной. А ее одно оставила. Ну, не думала я, что так получится, не думала. Мама сказала, что нужно узнать, какой у меня срок. Сдать анализ крови на гормон беременности. Хагачей называется. И когда мне пришел результат этого анализа, мама приехала к нам. Четыре-пять недель? Не знаю, не знаю. Может, еще не поздно что-нибудь сделаем? Не, мы все уже решили. Ну, можно как-то таблетку или как-то чем-то что-то сделать. Да, можно вообще, бля, вантусом впихнуть, там, подшмакать, блядь. И выйдет, блядь. Мы ничего не будем пить, все. Мне, опять, как неприятно, что мама предлагает мне таблетку какую-то пить. Потому что, ну, блин, она не думает о последствиях, да, что я могу потом не родить. Ну, я буду рожать. Жить-то как будете? Иду работу, буду зарабатывать, обеспечиваю. Будем рожать. Ну, решили знать, рожать им, что теперь делать-то? Квартиру, конечно, оставляю, живите тут. Остальное с вами, все. Бля, бабка, мне что-то тебя жалко, что ты это, успокойся, блядь. Три инсульта уже пережила, блядь. Хорошо. Все будет нормально. Справимся. Обещаешь? Обещаю. Теперь придется на работу строиться, так как у родителей точно денег простить не буду, потому что виноват в этом только я. И буду сам выкручиваться. Что за странные вопросы? Мужик, Алинка, беременна. Как беременна? Китай-16. Ну, а что теперь делать-то? Мог бы подумать, что надо чем-то пользоваться. Нет денег на свадьбу. Я помогать не буду. Я не хочу выходить за мной. Я же его предупреждал. Развитие синдрома Дауна у плата. Что делать теперь непонятно? Что, бля? Синдром Дауна? Мама захотела встретиться с мамой Ильи, но я сказала, что сначала нужно мне с ней познакомиться, а потом уже их знакомить. На следующий день я позвонила своему брату Владу рассказать новость. Алло, привет. Привет. Будет жарко. Как обычно, все круто. У тебя как? Да нормально, я тебе какого-то сказать хочу. Говори. Я беременна. Ну, блин, что дальше? Так ничего, рожать будем. Короче, я не знаю, что сказать. Ну, я на связи. По любому вопросу, конечно, звони. Держи меня в курсе-то, ладно? Чтоб я все знал. Ладно, хорошо. Ну, чему тут удивляться, если мы ее оставили одну? Сами виноваты. А на выходных мы с Ильей поехали к нашим друзьям Дани с Ирой. По дороге купили в аптеке три теста на беременность, чтобы как-то интересно заявить о моей беременности. Ты дура. В смысле так длинной? Вот так вот у тебя 16. Блин, а что они делать будут? Как они будут его воспитывать? Как они обеспечивать его будут? Что делать собираетесь? Докружать, конечно. А маме как? Мам знает мою. А им осталось рассказать, и все. Вы сможете его обеспечить? Ты что, устроишь на год нормальный? Ребенок вырастет, мама будет молодая, папа будет молодой. То есть они могут очень хорошее отношение настроить с ребенком. Ну, тут есть свои плюсы и минусы. Скажем так, будут родители молодые, но в основную у ребенка детство будет далеко не такое радужное, как бы оно могло быть позже, согласитесь. Ясно, что и позже никто гарантий не дает, но шансы тоже намного больше дать более хорошее детство ребенку. Но зато ты можешь быть молодым родителем. Ну, извините, выбирай, что хочешь. Мы с Ильей решили больше не откладывать мое знакомство с его семьей. Поэтому Илья позвонил своей маме и предупредил, что придет на ужин, но не один. А она, пользуясь случаем, пригласила к себе еще сестру Ильи Настю вместе с семьей. Лина мне понравилась, размышляет, не как подросток. Так что я, в принципе, даже успокоилась. Мне понравилась Любовь Николаевна, и сестра Настя очень приятная. Уверена, мы найдем общий язык. В принципе, я их отношения одобряю. Главное, чтобы они были чистыми и честными. Единственное, что меня смутило, что ей 16 лет. Встреча прошла хорошо, но мы с Ильей так и не смогли сказать о моей беременности. Теперь осталось познакомиться с папой Ильи. Но у него много работы, поэтому знакомство с ним пришлось отложить. Папа Ребонт. Честно говоря, я не думала, что быть беременной так сложно. Я все время хочу спать. Очень тошнит от запаха моющих средств. Из-за этого мне пришлось уволиться с работы в санатории. У меня настолько обострилось обоняние, что я чувствую, что готовят соседи. И меня от этого тошнит. Меня тошнит даже от запаха Ильи. Ну, как бы он не воняет, но для меня он воняет очень. Зашел муж. Ааа! Что такое? Ааа! Извини, выйди, пожалуйста. Или такая же только ж душа. Ааа! Больше средства! Ааа! Не бойся, пожалуйста. Очень дико. Это вообще кошмар. Хорошо, что Илья приходит домой поздно. Ему удалось устроиться на работу. Сборщика мебели в мебельный магазин, где работает его мама. Теперь Илья будет зарабатывать 25 тысяч рублей в месяц, и у нас будут деньги. Чтобы работать полный день, ему пришлось забрать документы из политехнического техникума и поступить в Московский финансово-промышленный университет на юридический факультет на заочное отделение. Единственный минус, что раньше Илья учился на бюджете, а заочка стоит 22 тысячи рублей в год. Но Илья сказал, что справится. Хоть работа не нравится, но пофиг, что главное, чтобы деньги были. Но я не знаю, как Илья все это вытянет. Помимо учебы и нашей с ним семьи, ему придется содержать еще и Альму. Это хаски, которые мы недавно завели. Купили по объявлению в интернете за 4 с половиной тысячи рублей. Вообще молодцы, красавчики просто. Успех прям. У вас бабла особо нет, у вас будет ребенок. С ним нужно будет тоже как бы... Да не то, что с ним. С ним надо будет проводить все время. Собаку кормить, выгуливать, хаски. Э, весело. Собака, это была моя с детства мечта. Нет, животное это супер. Мама говорила, что не место собаки дома. Я счастлив, что у меня существовала моя мечта. Главное, чтобы они время нашли. Ну это какая-то странная хаски. Напишите в комментариях. Вот как-то вот хаски, хаски. Ну как я видел хаски, они чуть-чуть по-другому выглядят. Это такое чувство, что это смесь. Это не чистая хаска. Хаски. Я попросила Илью сходить к его сестре в гости. Пробить пацанам на детские вещи. Только аккуратно. Она же еще не знает, что я беременна. Какая-то смесь. Слушай, Петь, сколько у вас кроватка вышла? Тысяч 9-10. Да не, 8. Что-то не дорого, блин. Да так. А коляска что, сколько? Коляску мы у знакомых взяли. Они нам еще шмоток подкинули. Что ты зачем так спрашиваешь? Ничего, просто интересно. Давай, признавайся, я вижу, что за странные вопросы? Дайте мне коляску. Шок. Я думала, что у него дети появятся в браке, а не брак из-за детей. В этом плане я очень сильно расстроилась. Не по-христиански. А что ты так шеешь? Вообще, все, бля, вызывай батюшку, надо его отпеть. Держишь-то? Нормально? Да в смысле ему 18, а ему еще 16. Ну а что теперь делать-то? Ну типа, ну ничего, но все равно. Я считаю, что абортов нет, хоть 14, хоть 15, хоть 50 лет. Потому что, ну это твой ребенок, типа, блин, не знаю, это очень жестко. Я считаю, что у него, конечно, молодцы, что решили оставить. Дети счастья, да? Ну-ка, это понятно, счастья, так это все равно же ответственность. Разберусь, че? А, ну все, че, влип, по полной. Молодец. Молодец, сестра поддержала прямо, прямо. Чувак аж прямо расцвел. Когда я узнала, что Настя уже в курсе всего, стало легче. Устала скрывать правду от родных Ильи. Он договорился с сестрой, что сам скажет маме, что я в положении. А она расскажет отцу. Отец такой, человек на стране, они мало ли что. Психонет. Лучше пускай сестра скажет. Да шпателям по морде. Илья решил больше не откладывать разговор с мамой. Сказать тебе хотел. Она беременная будет? Как беременна? Ну вот так получилось. Так получилось. 15 лет это рано, это не время, чтобы рожать детей. Ну, от того, что я начала бы нервничать и кричать, и возмущаться, ничего бы не изменилось, ребенок бы не насосался. Что сказал? Ребенок что? А, мне не насосался. Я думаю, почему ребенок не насосался? А там не раз сосался. Придя домой, Илья рассказал мне, что к его удивлению, мама спокойно отнеслась к моей беременности. Но хочет теперь познакомиться с моей мамой. Я не против. И через два дня, когда у тети Любы был выходной, мы все вместе встретились в кафе. Ну, что делать-то будем? Ну, что делать-то? Ленка вот одна жила. Ну, Алина... Зачем вот оставила ее одну-то? Ну, Алина, Алина, и тут можно сделать, и когда я на работу ушла бы, знаешь, это... И от парня тоже много зависит. Ну, парень-то старше Алины мог бы подумать, что надо чем-то... Прям настолько старше, что вообще, блядь, тридцать пять, блядь... Блядь, мамка, ну серьезно? Ему восемнадцать, ей шестнадцать. А если мы еще поговорим, что баба развивается быстрее мужиков, то ему вообще по базам четырнадцать, блядь... Ой, блядь, старше. Да ты шо? Вот это разница в возрасте. Пользоваться, прежде чем девочку трогать, чтобы не было потом этих последствий. Я предлагаю зарегистрировать брак. Я тоже за это. Обязательно, потому что я с ее отцом жила без брака, она рождена во грехе. А если, блядь, родиться не во грехе, все, блядь, звезды зайдутся. Счастье да мир да благодать, блядь, сто пудов. Люди, которые расписываются и ходят потом к батюшке, чтобы их повенчали, никогда в жизни не разводятся. Это только что была шутка. Чего они не женились? Мне предложение не делали. Так что, Алина... Я не хочу выходить там пока что. Ну типа, блин, мам, ну что за бред? Я хочу свадьбу-свадьбу, ну типа прям с фото и с кольцами, нормально, чтобы, блин, кафешка там, ресторан туда-сюда. Хотите свадьбу, оплачивайте, пожалуйста. Я помогать не буду, потому что у меня их просто нет возможностей. У нас нет как бы на это средств. А чем вы думали-то, когда делали ребенка-то? Брак надо регистрировать, Алина. Нет денег на свадьбу. Сейчас на появление ребенка готовится. Это важнее. Так раз денег нет у вас. Зачем собаку тогда завели? Курс, что они собаку завели, хаски? Хаски завели? На нее столько денег уходит. Я хотел собаку, я завела. Ну конечно, собака это необдуманная трата. Я пыталась ему объяснять, что Илья, надо научиться вначале себя кормить. А потом заводить собаку. А ребенок родится. Что вы с собакой делать-то будете? С ней гулять надо. И что я ж буду гулять? Лишь бы у ребенка аллергии не было. У нас ни у кого нет, откуда у него приедете. Я не знаю. Да вам и не надо ничего знать. Мы сами с ним разберемся и все. Угу. Этими упреками про нашу собаку наши мамы всю встречу испортили. Помогать финансово они нам не собираются. Ну и ладно. Мы с Ильей сами справимся, без чьей-либо помощи. Люба мне понравилась, в принципе. Мне понравилось то, что мы с ней на одной волне. То есть, одинаково думаем и мыслим. Вообще, молодцы. Есть чем гордиться. На следующий день Илье написала его сестра Настя. Сказала, что к ней в гости приехал отец. И что она расскажет ему о моей беременности. Что, Настя, как дела вообще? Нормально. С Илюхой ты общалась? Да, недавно, вот буквально общалась. У него появилась хорошая девочка. Ей 16 лет, и вот они как бы ждут ребеночка. Не понял. Я же с ним недавно разговаривал по-нормальному. Я же его предупреждал. Куда ты лезешь? Ну я тоже предупреждала его. Время, ты 18 лет, еще не нагулялся, а он уже смотри. Я ему говорю, не лезь. Молодец. Что, тебе уже ничего не исправили? Я сейчас по сонюду и все, что я? Нет, подожди, подожди. Не надо ему сейчас звонить и играть на него. Ты же знаешь, что будет только хуже, он тебе вообще ничего не расскажет. Как мужика, что он не мог на меня позвонить, сказать об этом? Ага, конечно. Чего, ага? Да, тебе прямо вот так отпусти, вот ты сейчас как отреагировал. Получил, пошли, игрался и все. Я, естественно, взорвался. Красавчик прям. Взрослому пацану, блядь, сказал. Что ты, ну дам тебе в машу, тебе пробу поговорим. Огорчение по поводу того, что он не услышал меня, не обида, а просто какая-то горесть такая была. Понятно, что, блин, что делать теперь, непонятно. Ну, надо принять и как-то помогать наоборот. Мама-то хоть знает? Ну, да, знает. Нормально интригировал? Да, она вообще типа сказала, ну ок. Ок? Да, как я поняла. Да, именно-то, конечно, она всегда так говорит. Настя рассказала Илье, что папа очень ругался. Но сам он ему так и не позвонил. Ммм, да посрался он. Сам набрать не смог, я ему по шею мажу, но набирать не буду. Очень быстро я поняла, о чем говорила мама Ильи по поводу собаки. В месяц на нее уходит около пяти тысяч рублей. И это капец, как бьет по нашему бюджету. Да и время просто нужно. Она ест дорогущий корм. Прививки мы ей ставили, они тоже как бы не из дешевых. Игрушки Илья ей покупает тоже, там, из дорогой какой-то резины, чтобы у нее зубы там какие-то идеальные были. Блин, вообще лучше меня живет. Моя мама, видимо, чувствует, что нам нелегко. И хоть денег мы у нее не просим, она сама оплачивает коммуналку за нашу квартиру. А еще раз в несколько дней приезжает и привозит продукты и что-то для дома. Родители Ильи не помогают. После того, как папа Ильи узнал о моей беременности, вообще не звонил все это время. Илья ему тоже не звонил. Ждет, когда Вячеслав Андреевич сделает первый шаг. Ну, а я по этому поводу вообще не парюсь. Сегодня у меня первая УЗИ. Илья хотел пойти со мной, но его некому было заменить на работе. Поэтому со мной будет мама. Не обязательно позвони, как после УЗИ. Хорошо, все расскажешь. Первая встреча с ребенком. Я очень сильно переживаю. Я не знаю, что там и как, потому что я же никогда не виделась еще с ним. На данный момент у вас определяется расширение ТВП до 3,5 мм. Это что такое? ТВП может быть расширено в всех ситуациях, когда у ребенка бывают хромосомные патологии, подозрения на пороки развития плода. Это значит, что у меня ребенок будет нездоровым? Чем выше показатель ТВП, чем выше ширина воротникового пространства, тем больше риск на развитие синдрома Дауна у плода. Я в шоке. Ну такое, это страшный сон, если честно. Да, такие люди живут, я знаю их, но бля. Я в ее шкуре не хотел бы побывать. Вообще не понимаю, как это может произойти. Илья здоровый, я здоровая. У нас в роду, у кого не было детей с увлажнениями такими. Это не обязательно. Как это вообще может произойти? Как это бывает так? Никак, рандомом. Врач объяснила, что ТВП – это толщина воротникового пространства. Такой участок между кожей и мягкими тканями, которые окружают шейный отдел позвоночника. И норма для моего срока беременности – 2-2,5 мм. А у меня – 3,5. Это не прямой признак того, что у плода синдром Дауна. Это лишь косвенный показатель. На данный момент я предлагаю вам пройти консультацию к генетикам, а также предлагаю вам пройти повторное ультразвуковое исследование. То есть тогда, когда мы сможем судить об данной ситуации окончательно и без поворотов. Скорее всего, это так, но надо еще провериться. Врач не выписывал никаких лекарств. Сказала, что нужно просто подождать, когда малыш немного подрастет. И сделать еще одно УЗИ через 2 недели. Конечно, это страшно. Это же на всю жизнь и матери, и отцу боль такая. Ну, еще на сколько было сезонов, такого не было. Давай что-нибудь будем делать, пока еще не поздно. Нет, я не буду его убивать. Ну, ты на всю жизнь к себе обрекаешь. Я понимаю. Мне очень страшно. Я не представляю, как буду воспитывать ребенка Дауна. Я понимаю, что я никакого аборта, ничего не буду делать. Потому что это ребенок, я уже понимаю. Нет, ну Дауны, они не то, что там вообще овощи. Нет, они бегают. Они там, кто смотрел как-то няню особого назначения, там был ребенок, в общем-то, Даун. Да, у них лица там на друг друга похожи. Самый такой внешний признак. Но они более-менее как-то там бехают, ходят, что-то говорят по-своему. Но да, немного отстал, я не спорю. То есть, не как у обычных. Но это не прям овощи, но все равно. Он живой. Но это будет очень тяжело. Финансово, так и морально. Ничего ты пока еще не понимаешь. Лишь бы потом ты мне это самое, мои слова не вспомнила и не сказала, что ты была права, не надо было уже рожать. А если Илья узнает, что ребенок такой радиационный, сбежит от тебя? Не будет такого. Мне хочется верить в то, что Илья меня не бросит. Но на самом деле мне очень страшно. Как он отреагирует? Не скажет ли мне делать аборт? Алло. Бля, я себе же представляю. Потом батя скажет. О! Это знаешь, почему произошло? Потому что до свадьбы. Боженька наказал. Сто пудов будет такое вот нести. Я, конечно, в это не верю. Я еще раз говорю, это рандом. Вот бывает, такая хрень происходит. Вот просто, вот хрен его пойми, почему так. Вот, блядь, выпало и все. Но кто всякие верующие, они точно найдут всему объяснение и оправдание. А у наркомана Валкаша хороший родился? Но тут как бы... Не важно, оправдания нет. Чего такое? Да ничего, плохо все. Чего такое? Пораз, когда какое-то расширение, это типа, значит, что ребенок дал ему родиться. Смех, как это дал? Ну вот так. Ладно, ты... Мы начали еще одно УЗИ. Так, ты сильно не переживай. Ты езжай сейчас домой. Я потом приеду и поговорю. Ладно, давай. Ну, как-то земля ушла из-под ноги. Паник на эту ситуацию. Это что мне сказал. А Лене свой страх я точно не мог показать, потому что ей самой было страшно, и ей нужна была поддержка, и старался поддержать. Может, ошиблись? Нет? Леш, что-то случилось, что ли? Так сейчас Лена звонила. На УЗИ ездила она. Чего говорит? Врачи говорят, ребенок давно родился. Да ты что? Я думаю, что... Ну, не будет так. Не должно быть так. Все будет хорошо. Я тоже, как мать, переживаю и не задавала лишних вопросов. По реакции Ильи я не поняла, готов ли он стать отцом особенного ребенка. Поговорим с ним вечером. А пока я отправила маму домой. И сама пойду к ней. Она вроде готова пока что. Не хочу, чтобы мама была рядом. Я обижена на нее за то, что она снова предлагала сделать аборт. Меня к вам отправили после УЗИ. Поставили диагноз расширения ТВП. Расширение ТВП – это риск возникновения синдрома дауна. И от возникновения этого синдрома не застрахована ни одна пара. Эти аномалии возникают спонтанно. И не зависят от физического, психического здоровья. У вас чем ты психолог и врач, любые эти консультации я вам проведу, чтобы никто вам не рассказывал, что это там по родственной линии и так далее. Просто такое реально происходит. У обоих родителей. Поэтому, учитывая, что у вас практически нет факторов риска, вы молодые, состояние здоровья, наследственности тоже нет, отягощенный, то на данный момент показано только наблюдение. В 13-14 недель. Если ТВП придет в норму, то делаем контрольные скрининги. УЗИ исследований плода. А если в норму не придет? Если не придет в норму, отправляем на инвазивное исследование. Это прокол матки. И исследует материал. И тогда уже можно точно сказать, есть риск возникновения синдрома дауна или нет. Ну, вы точно решили рожать? Да, да. Даже если Диана не подтвердится. Не могу сказать, что Диана не успокоил. Получается шанс родить здорового ребенка 50 на 50. Среково, конечно, все равно. Ну, типа, что теперь сделать? Ты что, бросать его, что ли? Я прямой, каким, какой он есть. Все-таки мой ребенок. Конечно, Илья сразу поделился нашей проблемой со своей сестрой. А я с братом. Для девочки это очень сильно и очень по-матерински. Оставить ребенка, каким бы он ни родился. У брата взгляд такой, знаете, прям очень пронзительный. Родился. Я очень сильно хвалю их за то, что они делают этот шаг. Я завидую, на самом деле, им, что они в свои года это принимают и готовы с этим жить. Ну, брат не глупый. В общем, мы договорились никому не говорить. По словам, не глупый. Даже отцу Ильи. Да, выпуск будь жесткий. Я уже не одержавшись на мамины слова про аборт. Сейчас она поддерживает меня, как может. Но ожидание следующего скрининга – это просто ад. Я не могу ни о чем думать, кроме ребенка и того, каким он родится. Да-да. У меня настолько опустились руки, настолько просто грустно от всего, что происходит. Почему со мной? За что? Что я сделала не так, где я накосячилась и как это вообще возможно? Все свободное время мы с Ильей проводим в интернете в поисках информации об особенных детях. Еще мы решили пообщаться на специальных форумах с женщинами, которые также стали мамами детишек синдромом. Нам сейчас необходима поддержка родителей, которые переживают такую же ситуацию. Вот смотри, женщина. Такое же расширение, как у меня. Вот напиши, может встретиться, поговорить, согласиться, посоветовать что-то. Сейчас напишу. Очень страшно на самом деле вообще. Это все равно наш ребенок, мы со всем справимся. Я написала женщине по имени Зарина. У нее двое детей. Пятилетняя дочь Венеры и семилетний сын Марсель, у которого синдром Дауна. Я объяснила ей нашу с ее ситуацией. А, то есть видите, есть дочка, которая позже родилась, и она типа нормальная. А пацан, который первый, он с синдромом. Просила о встрече. К счастью, она согласилась и пригласила нас в центр для особенных деток на следующей неделе. Эта встреча, и она пойдет мне на пользу, я хотя бы буду понимать, что и как вообще с такими детьми себя вести. А пока я жду встречи с Зариной, схожу с ума от мыслей. И когда Илья уходит на работу, я не могу сидеть дома. И хожу в гости к сестре Ильи, Насте. Эта ситуация с моим ребенком очень нас близила. Ну, ничего, как дела? Я как-то не знаю, Зарина. У меня вообще просто мысли все улетучиваются куда-то. У тебя еще впереди второго узи. Так что не парься. Тебе сейчас нервничать вообще нельзя. И этим забивать голову. Это еще не факт. Я за учебу буду браться, чтобы сессию отстать. Просто зайнись уже своей учебой, тебе же лучше. В любом случае, ребятам нужно думать, что им дальше делать, если диагноз подтвердится. Конечно, будем помогать. В любом случае. Семья на то есть. На встрече с той девушкой, да? Сегодня мы с Ильей идем на встречу в Центр для особенных деток, где нас ждет Зарина. Женщина, которая воспитывает 7-летнего сына Марселя с синдромом Дауна. Я боюсь видеть этот ребенок. Она с сыном будет. И боюсь узнать, с какими трудностями мне придется столкнуться. Спасибо, что согласились встретиться. Да, это очень важно. У меня цель была выставить информацию в форум, потому что когда я... Я не знаю почему, наверное, какой-то хромосом на это влияет. Вот кто знает, вот все дети, которые с синдромом... Ну и уже не только дети, люди с синдромом Дауна, они вот как-то вот на лице практически все одинаковые. Либо мимика какая-то, либо посадка глаз. Но вот когда смотришь, ты сразу понимаешь. То есть как-то вот всегда оно приобретает одну и ту же форму. Когда я была в вашей ситуации, вот сейчас говорю, у меня аж прям... Это просто слезы счастья, потому что ребенок уже здесь сидит. Но на тот момент был страх. Были разные мысли. Но знаете, что нас подвигло оставить этого ребенка? Потому что дети — это подарок от Бога. Особенные дети — это особенный подарок. Ну это обычный ребенок. Да, он немножко отличается от других детей. Но все то же самое. Но я так поняла, что вы решили оставить ребенка? Ну да. Я считаю, что если как бы дано, то нужно оставлять. Сколько у вас в среднем месяце уходит на содержание? Я бы не сказал бы так, что если дано нужно оставлять, тут, наверное, решение каждого. Но если ты готов, то, конечно, оставляй. Но если ты не готов, вот реально не готов. Не думаю, что так нужно делать. Потому что любви ты и нормальной тоже, наверное, не дашь. И заботы, и нормальной жизни ребенку. Если ты не готов, то нахрена? Хотя другие еще мне напишут. И что, Андрей, это как бы неправильно. Ну, блин. Мне кажется, что тут, конечно, каждому свое. Не, если она оставит, то это просто, ну, будет мать с большой буквы. Если считать занятия, то есть это определенные массажи, реабилитации, адаптации. Да там до хрена нужно временное. И плюс какие-то логопедические игрушки. То в среднем у нас уходит от 20 тысяч. Это не считая питания, одежды, не считая всяких услуг в садике. По возрасту он вот как доченька. Доченьке вот 5 лет. Но ему сейчас 7 лет. То есть по развитию мы отстаем. Чтобы как-то это догнать, мы ходим к этим специалистам, к логопедам, к дефектологам. То есть мы вкладываемся в ребенка. Конечно, это большой труд, и это много времени и сил на это уйдет. Но я рад, что мы не сделали аборт из-за этого. Даже если наш диагноз подтвердится, то я понимаю, что мы с Алиной со всем справимся. Дай бог. Мы приняли решение такое же, как и я. Но хочу сказать, с трудностями, с которыми вам придется столкнуться. Многие мамы рассказывают такую историю, что когда они выходят на улицу с коляской, другие мамочки начинают оборачиваться, начинают шептаться, и это не очень-то приятно. На сегодняшний день Марсель, когда играет на площадке с ребятками, не все ребята его принимают, потому что он не может быстро реагировать, быстро бегать. И поэтому им тяжело. Они начинают нервничать. Соответственно, мы, родители, начинаем это тоже близко к сердцу воспринимать. Ну, я буду главной поддержкой ребенку. И как бы я всегда буду защитивать его от всяких сплетней. А что будет на меня там пальцем показывать, мне без разницы. Вот вы сейчас видите Марселя. Вы готовы? Да. То есть вы приняли уже это окончательное решение? Да, стараемся как-то справиться. Такие же дети абсолютно. Просто немножко сложнее будет. Ну, я бы сказал, не немножко, а сложнее. Но по уровню развития, конечно, он не догонит никогда в жизни. Но если им заниматься, то это будет не настолько большая разница от обычного ребенка и в будущем от обычного человека. Но если это все запустить и реально положить на это все болт, то это будет очень печальный вариант. Там просто нужно усилий Х3, Х4. И это будет не тот же результат, но это будет такой получше вариант. Нужно понимать. Спасибо. Спасибо большое. Вы очень сильная. Очень. Тут я соглашусь. Это детки нас такими делают. Да, Марсель? Пойдем. Прыгать пойдем сейчас в игровую, ладно? Жирина очень сильная. И она очень любит своего ребенка, несмотря на то, что он с каким-то там синдромом, то, что он необычный такой. И вижу, что она не пожалела о том, что она оставила его. В этот же день, когда мы пришли домой, Илье впервые за долгое время позвонил отец, который ничего не знает о том, что происходит в нашей жизни. Ну, может, Женя родится таким или нет? Потому что, ну, это очень так болезненно маленько. Потом, когда уже пришел момент, это его жизнь, ему дальше жить. Я уже все, уже как бы смещился и позвонил, и все. Все, как дела у тебя? Ничего, нормально. Чего-то я подумал, просто у себя Малинка залетела, говорит. Ты, может, как ты познакомишься с ней? В кино сходи там, в Тафе. Да, вот в кино можно сходить. Ближе к выходным созвонимся тогда. Давай, хорошо. Да, я Лене сказал, что папа зовет знакомиться, она сказала. Алина залетела, может, в кино сходим? Ну, не знаю. Странная встреча бати с невесткой. Зала нет, только после контрольного скрининга. Какой диагноз поставят, не поставят, и решил не давить на нее уже. После встречи с Алиной я немного пришла в себя. Занимаюсь учебой и продолжаю читать про деток с синдромом Дауна. Но сегодня я сама не своя. Ведь пойду на УЗИ, и мне скажут, подтверждается ли диагноз у моего ребенка. Интересно. Обидно то, что сегодня самую главную новость должен сказать. А я, блин, на работе торчу. Буду ждать теперь, когда Алина позвонит. Что, готовы ехать сегодня? Баночки, потом берешь Лене в холодильнике. Спасибо большое. Извини, что я очень спала, переживала. А, это Кангелья. Илья как? Переживает тоже? Да, конечно, переживает. Что, золка? Жестко. Надеюсь на лучшее, конечно. И думаю, что здоровые какие-то возьмут от собой вверх. Сейчас мы посмотрим ЛШ повторно. У меня для вас очень хорошие новости. Толщина воротникового пространства на сегодняшний момент соответствует нормативным значениям для этого срока. Серьезно? Блядь, я чуть-то расплакал. Все, думаю, блядь, как будто мои дети рожаются. Серьезно, все хорошо? Никакой патологии у вашего малыша не выявлено, но при любом раскладе мы советуем вам наблюдаться. То есть проводить все скрининги вовремя. Сейчас выйдем, я сразу Илье позвоню. Легче стало намного. Я ждал этого. Мы с Ильей готовы принять ребенка, каким он не родился. Ведь уже любим нашего малыша. И все же я рада, что диагноз не подтвердился. Илья рассказал маме и сестре об этом, а я позвонила брату Владу. А вечером мы договорились с отцом Ильи... Вот уходи, потом к этим врачам вначале тебя напугают. Ты месяц не живешь, а потом кажут... А, не, вроде все нормально. А прикиньте, сейчас родится нормальный ребенок. Вот просто представим. Родится нормальный. А она уже аборт сделала. Хотя, по идее, вот если бы она сейчас бы узнала, кто вот шарит... Вот сейчас бы узнала, какой там срок был. Два-три месяца получается. Три месяца, да? Вот сейчас узнала и ребенок даун. В три месяца делают аборты? Не делают? Поздно? Ну, мне кажется, что не самый поздний срок. Но вот просто интересно, как это все происходит. Я не говорю, что его нужно делать. Просто вот до какого месяца вот еще делают аборты? Безопасно максимально относительно. Идите в кино. На, ребятки. Наделали гриловственное. Ну, получилось так. Ну, что, сын? Я тебе могу что сказать? Поздравляю тебя. Спасибо. Вошло в взрослую жизнь. Прям батя, счастлив. Мазги напрягай. Там потому что пить нельзя. Надо думать. Понял? Понял. Все. Конечно, хотелось, чтобы они пожили пока так, без детей. Чтобы возрослели. Наладили свою жизнь. А дети потом уже. Ну, так как сейчас произошло уже, куда деваться-то? Слава богу, что они хоть не будут мучаться с трудным ребенком. Если так реально произошло, получается. Я думала, что все наши проблемы с Ильей позади. Но беременность – то еще испытание для наших отношений. Мы с Ильей стали ссориться намного чаще. Потому что меня все бесит. Меня бесит он. Меня бесит его запах. Блять. Ты меня бесишь, блять. Ты пахнешь, блять. Серьезно, блять? А ты не можешь, да, типа, как-то адекватно себя вести? Меня бесит то, что он делает. Меня бесит, куда он кладет ложку. Как он ставит кружку. Меня все в нем раздражает. Но я начинаю ему говорить, типа, ты меня бесишь, не делай, так он начинает говорить, я тебе че... Ты меня бесишь, не делай, так как ты воняешь. Блять, еще такой стоп-кадр сделал. А, боже мой. Я не дышу-то. Не знала, что гормоны так сносят крышу. Меня бесит даже то, что Илья не делает мне предложение. Хотя я сама с самого начала сказала, что не хочу расписываться. Так, может, ты просто с ума сходишь, блять? А теперь я хочу, чтобы он сделал мне предложение. А еще меня раздражает, как плохо я стала выглядеть. Я смотрю в зеркало на себя и вообще не понимаю, кто стоит передо мной. У меня, блин, ляжки, как не знаю у кого. У меня даже промежности между них не стало. На заднице у меня жир. А грудь у меня вращается, как я вообще не знаю, по какой причине, потому что она не выросла, блин. Да, а то, что ты до этого жрала, как не в себя, ты говорила, я думаю, ты продолжаешь жрать, как не в себя. Как в три раза больше. Странно, почему у тебя жопа стала больше. Тайна. Капец. Я толстая. Я жирная. Какая ты толстая? Ты осталась такая же, как и была для меня. Или, а ты издеваешься? Посмотри, просто какие у меня ляжки. Посмотри. Ну ты беременна еще. Ты, блять, аж живот, ты беременна. Алло. Прием, прием. Не говори, но я все равно на своем, типа, толстый и толстый. Ну, я говорю себе, я все равно, типа, беременна. Да. Илья, все будет хорошо. Подождать еще чуть-чуть, и все это закончится, может. Не факт. Ты прикинь, у меня двадцатая неделя, а я уже вот такая вот толстая. Что будет через двадцать недель перед родами? Да ладно, Галина, не китай, поехали на УЗИ. Я бы не сказал бы, что она прямо сейчас огромная-огромная, если честно. Но, по-моему, бабы реально там мозги начали жариться. Не то, что плавится, они уже такой на троечку включились. Поход на УЗИ, это всегда стресс для меня. Боюсь, чтобы никаких патологий у малыша не нашли. И очень рада, что Илья будет со мной. Он смог на полдня отпроситься с работы. И мы вместе узнаем, кто у нас будет. Мальчики или девочки. По развитию малыша на сегодня у вас все хорошо. Но есть небольшая взвесь в околоплодных водах. Что такое взвесь? Взвесь – это косвенный признак, перенесенный вами инфекцией. Вы не болели? Не простывали? Нет. Вам нужно будет дообследоваться в плане инфекций. При необходимости пролечить все, что у вас не так. Меня уже задолбало, что, блин, реально ни одно, ни другое. Вот только вроде мы разошлись с этой проблемой насчет расширения ТВП, и сейчас у меня грязные воды. Врач запретила мне заниматься сексом. Что за бред? Нет. Теперь я действительно буду только сидеть дома и жрать. Сказать вам, кто у вас? Да. Да, скажите, пожалуйста. У вас мальчик. Отлично. Илья, ты видишь там на экране? Да. Губа верхняя, губа ниша. Илья, на кого похож? Ты что-то непонятно. Сердечко. Какие вы просто экстрасенсы, когда смотрите там такие рисунки. Прямо вот вижу лицо моё. Точно? Ну, самое главное, что... Нос мой. Я там смотрю честно, ребята. По вашему молчу на сегодня, и всё хорошо. Врач назначила мне несколько анализов, которые определяют, что за инфекция в моём организме. А мы с Ильёй, конечно же, сразу написали родным, что у нас будет сын. Пацан. Это, блин, вообще круто. Я с нетерпением уже жду появления своего племянника. Братан вообще весёлый чувак. После в зиме я поехала на работу, а я к маме в гости. Она очень просила меня заехать. Ей скучно, ведь мой отчим дядь Слава уже несколько дней в командировке. Вот хорошо приехала, надо вещи перебирать нам с тобой. Там Владикины твои, комбинезоны, шапочки, да что-то всё. Мама, блин, ну по 30 лет ничего одеваешься, что ли, а? Так они в хорошем состоянии, давай посмотрим. Ничего не понравится, не будешь брать. Исюжа. Мама притащила целый мешок какого-то хламья. Вернее, как она считает детских вещей. И большинство из них моего брата, которому 30 лет. Вот ещё у него рождённый у тебя. Ты шо, это мода, бля. В советское время вот то делали качество, не то, что сейчас говно этот шарпатрёп. Была шапочка. Да блин, 21 век в мире. В этом сейчас уже никто не ходит. Вот твоя ветровка, помнишь? Это прикиньте, она 30 лет хранила. Фига себе раритет, бля, 30 лет. Сука, этому мешку тоже 30 лет получается, судя. Он когда-то был белый. Вот. Это тоже твоя ветровочка. Ещё с сумочкой даже, посмотри. Ну чё, вот это не надо ничего-то. Они стрёмные. Вещи хорошие. Только постирать. Да, Калина ещё ведь что-то скорчилась вся. Я вообще не понимаю, чё вы пендриваться, если сами ещё ничего не купили? Я... А то, что вещи там по виду лет так на 7, это как бы такое себе, да? Та! Влезет. Не против? Деньги будут, покупайте что хотите. А это от меня, от бабушки, будете всё носить. Так вещи какие-то очень взрослые. А ты начала, бабушка, собирать скольки? С 8-9 лет? С 7? Не знаю. А зачем им сейчас именно эти вещи? Я вот всё понимаю. А эти зачем? В основном люди, когда хотят что-то подарить, то они дарят вещи маленьких детей. Там, грудничков. Ну не знаю. Ну вот. Ну не такие. Либо я чё-то не понимаю. А зачем мне такие вещи? Мне как-то распашонку, не знаю, какую-то там... Человечка подарите какого-то. Мне кажется, от этих вещей даже запах 30-летней давности. Но мама права, денег сейчас на новые детские шмотки нет. Илья получает 25 месяц. Из них тысяч 5, возможно, 7 уходят на собаку. 7 уходят на продукты. И всё остальное я даже не знаю, куда девается. По-моему, это просто куда-то исчезает. Ещё ей пришло время платить за учёбу Ильи. А платить как бы нечем. Слушай, у меня просьба есть. Зато у вас собака. Дай мне, пожалуйста, за учёбу заплатить. А чё ж, зарплата же недавно была. Какие деньги-то чё? Ну чё-то в этом месяце не рассчитали. Ну собаку не надо было покупать. Крокодила ещё купи. А потом денег надо будет встать. А Воня, чё ты с этой собакой можешь сделать? Конечно, ну а как? Я хотел собаку, я купил себе собаку. Ну вот и корми. Знаешь, тебе не просто так. Давай в долг, я тебе верну. В долг, да. Я стараюсь финансово им не помогать. Я не считаю, что это нужно. Нужно помогать тогда, когда на самом деле тяжело. И прежде всего... А, то есть когда уже прям бомжевать будут, понимаете? Уже когда уже возле мусорника стоят. Вот тогда, ну может быть. Конечно, нужно научиться распределять финансы, которые ты зарабатываешь. И решать проблему самому. Нет, тут я с тобой, конечно, согласен. Мама сейчас уговорила меня забрать. Ну, с другой стороны, я мамку тоже понимаю. Вы же хотели собаку? Ну реально, хотели? Хотели. Ну решай тогда проблемы. Схерна ли я должна их решать? То есть ты, бля, не подумал о том, что у тебя бабла нет, но у тебя было... А, хочу собачку! Собачку хочу! Хочу собачку! А чем собачку кормить? Для... А, бля, собака жрет больше, чем ты, по факту, от собачки. Мешок вещей. Мне даже пришлось вызвать такси, чтобы все это довезти. И на следующий день я решила серьезно поговорить с Ильей. Ты что, сейчас лечить будешь, что ли, нас или что? О, брат приехал. Первый день лежишь. Вам надо ложиться в больницу. У нас ничего вообще нет. Я что, не миллионер? Это полная, братан, вообще полная. Задолбали уже всякие донейти. Ты едешь домой, собираешь вещи и уходишь. Ой-ой-ой-ой, ребята, у нас тут скоро будут эхэ-хэй, как мы любим. Скандалы, интриги, расследования. Я не хочу, чтобы наш ребенок и делал вот в этом. Ну а что теперь сделаем-то мы? Надо нормальную работу искать тебя. Куда меня возьмут? О, не, что-то дали. Не знаю, все из образования, без ученой стройки сломаются. Не, бабушка вон дала там, это, показали эти. Какие-то там, для маленьких детей что-то. Что ты не хочешь, ты, блин, тебе дают бесплатно. И я, блин, им 30 лет. И шо? Они не ходили уже почти, сколько не ходили в них. Постирать? Ну и что, они лежали спокойно, их ничего не трогал. 30 лет. И что? Ничего. Слушай, это винтаж, бля. Это стоит, да, это, это, как, как, дольче габбана 70-х годов, бля. Это денег стоит. Сейчас все ходят в одинаковом, а у тебя хелях такой выходит, пацан, бля. Говорят, бля, это шо? Это H&M, бля? А, не, бля, это СССР, бля. Вы испортились как-то, или че? У нас ни коляски, ни кроватки, ничего вообще нету. Рано еще покупать что-то успеем. Уже ближе к концу, че рано? Так не хватит нам зарплаты. Да хватит, че ты? Мы покупаем только вот чисто вот нам покушать там чуть-чуть и собаке. С собакам какое-то общее решение было, если че. У некоторых даже этого нету, Алина. Ну ты не хочешь, я хочу. Ты себе, значит, рожай сам себе, понял? Не буду тебе больше рожать. Больше? Нет. Да. Ну, скажу так, чувак вроде как, по моему мнению, очень даже адекватный. Несмотря на то, что 18 лет, как-то, ну и работает, и мыслит, ну да, или, ну, блин, господи, нормальные вещи. Ну, если у тебя выбора нету, ты, блядь, что делать? Тебе ж не дали обрыганное, обосранное. Ну, старенькое чуть-чуть, но оно ж не прогнило, там дырка не вылезла. Ну, советское какое-то. Ну, господи. Ничего не вижу в этом страшного. Мне все-таки удалось достучаться до Ильи. Он сказал, что будет брать дополнительные часы на работе, чтобы ребенку что-то купить и вернуть маме Илье долг. От новости, что она одолжила, а не помогла, я, конечно, офигела. Так никто не говорит, что вы не должны купить тоже одежду, но это можно как сменку использовать. Ну, у тебя ребенок в какой-то одежде дома, обрыгался бы, еще что-то. Тебе нужно что-то переодеть. Ну, взяла вот эту, одела. Пока свою основную постирала, если тебе так хочется. Хоть чуть-чуть переодеть временами. Не используй, если нахрен не приходится. Ну, приходится, используй. Ну, типа, я считаю, что это, с одной стороны, правильно, потому что мы же решили сами жить, и она изначально говорила, что она не будет помогать. Ну, блин, если ее сыну тяжело сейчас, ну, можно же как-то помочь? Ну, хотя бы, блин, 100 рублей дать. Мамки разные. А вот сестра Ильи и Настя вместе с мужем Пети подогнали нам коляску. И кое-какие вещи, из которых их сын Лео уже вырос. И вот так вот коляска переходит из рук в руки. Куда-то мой сосед дал мне коляску. Потом я от соседа передал. Ну, это же коляска та, которую кто-то им тоже дал, правильно? Здесь видишь, эти штуки, тупо вставляешь. Ну, и все. Так что, подгоним вам по-братски. У Ильи, конечно, стоит поднапрячься в плане работы. Не знаю, доход свой можешь поднимать там, чтобы самому те же вещи покупать для малыша. Я вижу то, что он думает об этом. Здесь вот вещи маленькие, как новые. Вот это мы одевали один раз. И еще будет два пакета. Подадим качельку и еще ванночку. Блин, ну круто, конечно. С этими вещами мы тысяч двадцать точно сэкономим. Че там по поводу свадьбы-то? А, это подходит, да? Я че не знаю, пока нет возможности. Это уже, ребят, не советское все. Этому всего на всего два года. Коллекция девятнадцатого года. Ладно, че, нет возможности, если решите, так че? Мы все устроим. Помощь нам, не миллиония. Шоу сделаем. Ну, мы тут расписываться не хотим. Как бы мы хотим прям, ну, торжество. Ммм, правильно. Мы поженились восемнадцать лет. Интересно, вот они рассуждают так. Мы не хотим распить, мы хотим торжество. У нас как бы жрать нечего. У нас собака, и вообще мы хаваем только на семь тысяч рублей на двоих в месяц. Ну, мы хотим прям свадьбу, торжество. На так, на тысяч сто. Интересно. У нас были деньги? Мы работали в кофейне. Получали двенадцать тысяч рублей. Я не знаю. Но при этом у нас была свадьба. Причем очень веселая и шикарная. Вы главное решите, и мы все замучим. Не переживай. Мы пока не хотим узаконить наши отношения, потому что, во-первых, Олея делает мне предложение почему-то. А во-вторых, у нас как бы тупо нет финансов на то, чтобы сыграть какую-то там свадьбу. И, в принципе, что-то вообще сыграть. Пару недель я ходила в больницу. Вставала анализы. Еще мне прописали свечи. И вроде как проблема около плодных вод разрешилась. Но появилась новая. Из-за того, что Илья... Сука, блин, там из... Вы там издеваетесь же. Берет дополнительные часы на работе, чтобы больше заработать. Он приходит домой очень поздно. А, это новая проблема. Я думал, у него новая проблема по поводу... Опять по-женски, блядь. То у нее одно, то другое, то уже третье. Совсем не уделяет мне время. А я торчу дома с собакой кучей домашних дел. Из-за этого мы стали ссориться. Нет, не извините, пожалуйста, уже, а. Я работаю, Олен. Шибись. А я должна все это делать, да? Убирать за твоей собаку, которую ты... А где она толстая? Я вот на нее смотрю. Хотел. Ты не понимаешь... А где она толстая? Ну, не знаю. Может, то у меня глазомер плохо работает. Ну, как для беременной она хорошо выглядит. Вообще, беременна, мне тяжело. Я работаю сегодня. Мне после работы еще приходить. Тут полы драйвить, что ли? Я еще ничего не делаю. Да-ка, что ты меня заставляешь полы... Вот мне нравится. Он говорит, мне после работы полы драйвить. Ах, я ничего не делаю. Так, а я не сказал, что ты ничего не делаешь. Ах, я ничего не делаю, да? Да я просто сказал, что как бы после работы я устал. Ах, значит, я все-таки не работаю, да? Ах, я после работы уставшись. Ты что ты делаешь? Куда иди? Не знаю, на работу иди. К маме иди хоть куда иди. А, понятно. Пришел после работы? Уходи обратно на работу. Лина стала более эмоциональной. Все ей не нравится. Все не так. Хотел посидеть, отдохнуть. Она что-то вспылила. Посидел? Я что-то долго не думал. Собрался, ушел. А ты пошел-то? Эти бабы, бля, они просто... Пошел вон отсюда, бля. Собрал. Куда пошел, бля? Ты же сказала, вали нахер на работу к маме. Куда хочешь, бля. Вот как этих баб понять, а? Вот серьезно, бля. Чувак, ну бля, насрали на меня. Бля, я работаю уставший. Куда пошел? На работу там спадил. Блин, курточка была. Бег куртки пойду. Лукаря, ты издеваешься, что ли? Успокойся, все. Все, давай, пока. Успокойся, так ты его сама скаловали с хаты. А сейчас такая, все, успокойся. А вот когда он уже ушел и не успокоился, скажи ему в спину. Дай вали нахрен, давай. Не успела, бля. Вот еще бывает четвертый момент. Это просто она не успела сказать. Сначала говоришь, вали нахрен. Он собирает вещи. Она говорит, кот собрался. Он говорит, ты сказала, вали нахрен. Да успокойся, все, успокойся. Он уходит. А вали нахрен. И там вот этот четвертый этап происходит. Все, а потом сидит такая дома. По-моему, я немножко порягнула. За последнюю неделю я пять раз выгоняла Илью. За последнюю неделю пять раз. То есть чувак с понеделика по пятницу уйдет нахрен. Ни разу не уходил. И я не понимаю, что сейчас происходит. Алло. Алло, вернись, поговорим нормально. Зачем? В смысле, зачем? Так Илья, успокойся, все, иди давай, домой. Далеко ушел. Я дома. Че? Слава, еще прости. Да че прости, блин? Клинит тебя каждый день почти, блин. Все время выгоняешь. Клябля, блин, я беременна. У меня гормоны играют, прикинь. Как можно от этого воздержаться? Понятно. А вот какое великое оправдание, когда беременна уже. Я просто, я беременна. Если что не так, я тебя выгоняю, нахрен посылаю, клепаю и вообще тебя за чеками считаю. Я беременна. Просто гормоны играют. Угоняй. Че, собака? Ладно, все, прости меня, пожалуйста. Давай договоримся, что без этого уже, ладно? Ладно. Давай, люби тебя. Тоже. Да. Я очень соскучилась по общению с подругой Ирой. И на следующий день, когда Илья ушел на работу, я поехала в деревню Июльска с ней встретиться. Договорились, что я останусь у нее ночевать. Ну, а че, как у тебя беременность проходит? Не знаю, странно как-то стало. Я когда к тебе ехала, у меня ощущение, будто у меня органы передвигаются. В смысле? В прямом. Ну, как будто бы, не знаю, там, почки ушли куда-то. Ты как? Ребенок шевелится. Я прям чувствую, как у меня, мне кажется, почка на место печени встала. Ты че, сама как? Да нормально. Алло. Алло. Я, Алина, сегодня в задерживстве. У меня сегодня заказ большой и срочно заплатить побольше денежку. Нет, Илья, езжай домой. Во-первых, надо с собакой гулять. Илья, блин, я в деревне нахожусь. Тебе ближе ехать с собакой гулять или мне? Как ты думаешь? Либо ты едешь домой, либо ты едешь домой, собираешь вещи и уходишь. Все. Да, баба, ты, конечно, прям вот не меняешься. Я тебя гулять больше не буду. Домой или я нахрен домой и с вещами? Точнее, нахрен с дома с вещами. Че-то жестко-то с ним. Ты заколебался своей собакой, вот честное слово. Уже своей работой тоже заколебнул, но он работал. Так собаку вы вместе выбрали, ты тоже ее хотела. Не, не, я не выбирал, а то он выбрал. Все, деньги зарабатывал. Да и че? Он все равно не уйдет никуда, сама знаешь. А вдруг уйдет? Не уйдет. Заля ты с ним так. Знаете, здесь есть такая великая фраза. Баба всегда думает, что мужик никуда не уйдет. Ну или есть наоборот. Как бы мужик всегда думает, что баба не уйдет. Меня бесит, что Илья уставляет работу превыше всего. Превыше там своей любимой собаки, превыше меня. Тем более я уехала за город. Я поеду обратно, что ли, чтобы просто погулять с собакой. Я ее слушаю, у меня уши вяну, честно. Он работу, он вот эту вот работу ставит выше. Бля, не зарабатывают бабки. Ты не зарабатываешь бабки. Иди зарабатывай. Че ты не работаешь? Давай работай, больше зарабатывай. Я больше зарабатываю. Че ты много зарабатываешь? Че ты работаешь выше, чем другое ставишь? Так что, мне с тобой время проводить? Будешь с ней время проводить? Че ты-то со мной сидишь 2-4 на 7? Я жрать хочу. Иди зарабатывай деньги. Бля, подорванная баба, если честно, у неё что с мозгами? Какие-то каратиты её жёстко. Дома так и не поехала, осталась у Иры, а утром уже вернулась в город. С Ильёй мы так и не общались после телефонного разговора. Думаю, поговорим, когда увидимся. У него как раз сегодня выходной. Привет, собака! Не поняла. Да, типа, что ты его выгнала, сказала, бля, иди с собак или вали нахер с хаты. Номер занят. Или она думала, это в прикол так, ну и вали отсюда, каждый раз его выгонять по телефону. Ему, типа, это в кайф, да, слышать от неё? Алло. Номер занят. Возьми, блин, трубку. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автомобильчик. Я в шоке. Неужели он решил меня бросить? Я и так пошёл, заказы дополнительно принимаю, а она, блин, в ответ неблагодарности этого говна побольше ещё. Я сейчас серьёзно у неё зову и мириться как-то особо не собираюсь пока. Хотя чувак, я смотрю, по характеру трендит спокойно. Это вот флегматик, вообще не холерик, вот реально, в нём просто спокойствие, спокойствие, вот такая вот умеренность. Что, задолбали уже закидоны эти? На шее уже сидят. Ну я собрался и уехал к маме. Ну чё, как дела-то? Меня выгнали. Да поругались, выгонял, выгонял, я чё собрался и ушёл. Ну как так? Ну так чё, задолбала. Ну может поговорить надо было? Ты чё разговариваешь? Ты горёл только чё? Он чё, сумку принёс что ли? Да дай мне много. А собака-то твоя, с кем осталась? Да чё ты своей собакой-то заколебала? Твоя собака-то. И чё? Ну я не стараюсь вмешиваться в их отношения, они поссорились. Так чисто за собаку, только спрашиваю временами. Я не вмешиваюсь, как собака. А что собака много жрёт, да хочешь денег, а как собака. Ничего в этом страшного нет для меня, и как поссорились, так и помириться. Дело житейское. Да, ты с мужем помирилась, да? Вообще как поссорились, так и помирились, бля. Вообще. Илья так и не вышел на связь. Я себе места просто не нахожу. Нервничаю. Меня сильно начало тянуть внизу живота. Я испугалась и позвонила маме. А я-то где? Не знаю я, мы пошарылись. Так вы чё, как маленькие дети-то? Уже скоро сварили, будут ещё ругаетесь. Так мама, блин, всё давай уже не про это, а. Блин, чё мне делать, у меня живот болит. Чё вызывать скорую, чё делать-то? Держи меня в курсе. Мам, чё мне делать? Пополиться. Я послушалась маму и уже через полчаса была в больнице. Там врачи меня осмотрели и сделали УЗИ. И что у меня вот это? Тонус матки. То есть вам надо ложиться в больницу. А может? У бабы, короче, букеты разных вариантов. И, похоже, да, не, не да, у вас грязные воды. Не, уже нет. Тонус матки. Как-то отказную написать, потому что не могу. У меня маленькая собачка. Ну вы понимаете, это никак нельзя, девушка. А что с собачкой? Это некому больше? Нет. Почему? Ну, как бы так вот получилось. Блин, я не знаю, что делать. С одной стороны, Альма дома одна. С другой, мой ребёнок в опасности. Илья уже появился в сети. Я начала ему звонить, но он меня сбрасывал. Тогда я написал ему смс. Выделил смс на больнице и очень испугался из-за неё, уже из-за ребёнка и паршиво стало на душу. Ну, виноватым себя чувствую, что из-за меня это всё. Илья тут же примчался ко мне, но отношения мы выяснять не стали. Он поехал к нам домой, а меня положили на сохранение. Неделю я лежала под наблюдением врачей, а потом меня выписали домой. Угрозы для нашего ребёнка больше нет. Капец, мы уже нет дома. А, наконец-то. А, Альма! Достигни ботинки, пожалуйста. Зайдя домой, первым делом мы с Альёй решили поговорить. Ты меня прости, тебя есть похода. Можешь только у меня повториться честно. Просто в следующий раз думай не о себе, а о ребёнке, ладно? Чувак, а ты за что извинился? Я, наверное, что-то пропустил. За то, что тебя выгнали? За что ты извинился? Я вот чё-то не понял. А она такая, вот понял? Говно ты, бля. В следующий раз думай, бля, что ты будешь делать. Странный чувак какой-то. Извиняется, когда его выгоняют. Хорошо. Мы пришли к такому мнению, что мы больше не будем ссориться, чтобы не доводить ни меня и чтобы поберечь нашего ребёнка. Больше не будем ссориться. Всё, это был первый и последний раз за всю свою жизнь. Просто до горлоба больше нассоримся. Всё, никуда в жизни. Прошла неделя. Уже пару недель у нас Ильёй полный идиллия. Хоть меня поприт. Пару недель. То есть я так и понимаю, что даже месяц не прошёл, да? Прежнему много всего бесит. Я сдерживаю себя как могу. Илья стал более внимательным ко мне. Блин, нифига он пинается. Боксером будет. Прям по ней видно, что он у него внутри так вот... Блядь, так не хочу что-то сказать. Так спокойно. Молчи, молчи, молчи. Демоны во мне, блядь. Слушай, может имя придумаем уже? Давай. Какой тебе нравится? Эпифаний. Матвей. Да ну мне не нравится Матвей. Матвей, Эпифаний. Всё нормально. Как от Матвея, Лука, там этот. Как по-христиански это что-то. Его этот. Моисей. Почему? Ну чё, как кот какой-то. Матвей кот? А кто кота Матвеем называет? Мне вот Сергей нравится. Да ну, Серёжа. Это дмитрий. Это Серёжа. Всех с Серёжем она. Серёжа. Просто всех Серёж. Вроде ничего плохого не сказала. То есть никого не... Серёжа. Может Артём? О, Артём? Может Артём или Серёжа? Да, это неплохое не можно. Мы решили оставить Артём. Хорошо звучит вроде. И не часто встретишь Артём. Да вообще, бля, редкое имя вообще звездец, бля. Согласен. Не то что Матвей, бля. На каждом шагу одни Матвеи ходят, бля. Артём это, бля, вообще. Я честно даже не знаю Артёмов. Прям один раз в жизни только такого человека видел с именем Артём. Матвей. У меня в классе три Матвея было. И три Серёжи. Артёмов не было. И как Данил там или? Данил тоже очень популярное имя. Согласен. Или Ваня? Сыночек. Тебя теперь зовут Артём. Ещё меня радует, что у Ильи новая работа. Его папа предложил заниматься вместе с ним ремонтами в новостройках. Зарплата там зависит от загруженности. И в месяц может выйти даже до 40 тысяч рублей. Конечно, Илья согласился. То есть, начинаем сначала леднику делать. Потом стены делать. Потом начинаем шпаклевать. То есть, вот у нас шпаклёвочка у нас. Сейчас покажу тебе, как это делается. То есть, аккуратненько так наносишь. Обязательно шпати вот этот должен быть с собой. То есть, раз, всё. Красиво? Нет. Идёшь дальше, иди дальше. Попробуй. Я очень рада за Илью, что он будет больше времени проводить с отцом. А я, чтобы не скучать дома, решила сходить к его сестре Насте в гости. Чё, может, попробуешь подкрыть? А если он сплюнет? Сплюнет, так сплюнет. Ну, давай. Молодец. Мне кажется, ему не нравится. Чё, переехал? Лео, открой рот. Да не трогай крылку. Чё ты ему так медленно суёшь в рот? Да я не знаю, как ему туда это всунуть. Водучи есть, пока есть возможности. Да я учусь. Так он не хочет эту кашину вонять, потому что… Это кошмар. Даже для собак еда вкуснее пахнет, чем для детей. Естественно, я бы сама это не ела, я бы сама это всё выплюнула. Давай покажем тете Алине, как мы кушаем. Давай. Ты издеваешься? Ты меня просто не любишь, что ли? Это любовь, понимаешь? Вот потом почувствуешь, каково это. Алина во время беременности почти не изменилась. Милая беременяшка. Хорошенькая. Прям вообще не изменилась. Милая. И конфликтная. Но, знаете, долго засиживаться не стало. Нужно бежать домой, немного прибраться. Ведь завтра из Москвы возвращается мой брат Влад. Он сказал, что изготавливать парковую мебель ему надоело, и он будет искать себе что-то в Ижевске. Влад попросился пожить у нас пару недель. Илья не против. Будет весело. Владик, походу, приехал. Влад? Да. Алина, смотри, кто там. А у Влада ключи как бы от квартиры? А, точно, это же квартира их общая. О, собака. Привет. Ай, привет, привет. Ильюха. Привет. Влад. Очень приятно. Приятно. Собака. Как доехал? Да спит он, успокойся. Доехал огонь. Анжи придем чай пить. Бортан такой на позитиве. Блин, они такие классные. В Ильюхе вообще не... Согласен. Капли не разочаровался. Спокойный. И, на первый взгляд, стабильный. Не знаю, мне тут братан вызывает радость. Он такой какой-то, блядь, как будто, знаете, энерджайзер в жопе у него. Парень, какой Алине как раз и нужен. Конечно, Влад мог бы и у мамы остановиться. Но говорит, что на собеседование неудобно будет ездить из Гальяновского. А у нас тут, в принципе, и комната есть свободная, где раньше Влад и жил. Я сюда решил приехать поближе к ней, посмотреть вообще, как они живут вместе. Что я буду третьим лишним, такого в моих мыслях даже нет. С приездом брата наша жизнь изменилась. Заботы у меня стало побольше. Все-таки готовить на двоих мужиков как-то напряжно. И еще Влад так и не устроился на работу. Сходил только на пару собеседований и все. Вообще не торопится пополнять наш семейный бюджет. Илья содержит нас всех, пашет на работе целыми днями. Угу. Мне бесит, что Влад не зарабатывает на продукты, что нас содержит Илья. Мне даже сама уже стремно перед Ильей. Я бы сама пошла работать, чтобы хотя бы просто Илья не обеспечивал брату. Я долго молчала и не высказывала все о брату. Но в один момент меня просто накрыло. Я все понимаю, да, что ты приехал из Москвы. Но блин, мы уже реально устали. Мы уже просто впритык идем. Илюха, что? Да ничего, Влад, он еще как бы устал уже нас двоих тянуть. Меня это уже задолбало. Блин, пробую ведь я. Почему? Блин, я не знаю. Илья работает, ты взрослый. Блин, из жизни месяц у меня такой. Ну что, блин, начинается-то? Не знаю, короче. Все хорошо будет. Надо время просто. Правду говорит. Конечно, говорит правду. И больно это слышать. Остается только стараться. Что-то менять. Больше всего меня... Пусть Илья купит мне этих... Чего пели? Чего? Я расстраиваю даже не то, что Влад не работает, а то, что за последнее время мы с Ильей как-то отдалились друг от друга. Мы начали с Ильей больше ссориться. У меня не знаю из... В смысле больше ссориться? В смысле? Ты же сказала никогда в жизни больше. Это была ваша последняя ссора. Как это еще опять ссориться? Почему? Это может из-за того, что Влад с нами живет. Но Илья как бы начал мне довольно сильно показывать то, что я его задолбала. В этих ссорах Илья даже стал грубить меня. Раньше такого не было. И мне очень больно от этого. Ты смотри, а? Все обычно. Ты смотри, ты распоясался. Грубить ты начал ей, да? Ты смотри. Сильно вижу бессмертный, да? Это она имеет тебе право грубить нахрен с хаты выгонять. Говорит, что ты говно и ничтожество. А ты что это решил на командира роту свою открыть, а? Из-за мелочей. То мусор не выкинул, то там за собакой не убрал. Маленькую ложечку не помыл ей. Все, а ты что? Кружечка это самая опасная. Что скандал сейчас будет, а? Что, сестренок? Эй. Ну не знаю, просто обидно там. Али, ну так ты что? Что ты не знаешь, Илья? Постоянно еще ссоримся. Просто постоянно. Еще эта собака меня уже просто бесит. Я вообще не знаю, кому она нужна была, кто еще, зачем мы ее вообще завели. А потом мне еще обидно, что я так про собаку говорю. Да блин. Собака заеб... Ненавижу ее. Ну, а что ты плачешь? Обидно за собаку. Бля, боже мой. Эй, ну ты что? Илюха не обижает? Контакты плавят. Она посылает меня. В смысле? Да ну. Ой, 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 ой. Смотрите, как заходит батя в комнату, бля. Слышь, ты, бля. На! В натуре что ли, Алимку посылают? Смотри, бля, как зашел, бля, бля. Знаете, как павлин, бля, такой. Поза, бля, мангуста, бля. Смотрите, как зашел, бля. Смотрите, просто внимательно. Ну, было еще. Как еще, бля, ты че? Слышь, ты чепушила, бля. Э! Дыводится, если че. Ну, бля, она беременнает. Ты че, не заметил этого? Ну, бля. Не заметил. Я устал. Сейчас, бля. Собака, собака. Че у вас с собакой с этой, бля? Да че с собакой? Я не знаю, че она завелась с этой собакой. Так убирает, говорит, постоянно за ней. Да че убирает? Много там убирать-то. Че вы как, бля, малолетки какие-то. Ты че сейчас лечить будешь, что ли, Настя? Или че? Че вы за какую *** раздуваетесь здесь? Сколько лет у тебя семья есть, нет? Была бы семья, лечил бы тогда. Да и слава богу, что нету ж такой *** не делать, которую вы делали. Я *** каждый день на работе. Молодец, тебе надо сейчас это делать. Я жрать хочу. Так а че еще делать-то тебе? Че ты делаешь? Ничего, в комнате своей сидишь. Помогал бы хоть Алин тебе. У меня, здесь вообще сейчас не *** мы говорим. Мы говорим о том, что ты Алинку посылаешь. Это полная ***, братан, вообще полная. Я понимаю, и че? Ну, не надо посылать, наверное. Ты пацан же не тупой. *** Вы на такое идете и тут *** посылать. Злите только меня. Вон, все, прости меня, пожалуйста. Машин буду не по***ть. Да. Чувак, конечно, куда ты вляпался, бля? Баба тебя за говно считает выгоняет. Чувак наехал за то, что ты его кормишь. Ты ее послал Так, бля, у меня уже нервы не выдержали Она меня постоянно посылает, материт и выгоняет Ну ты не имеешь права посылать Понял? Принимай, корми Пусть тебя унижают, ты говно Выходи нахрен, если тебя выгоняют Но посылать нельзя Мы с Ильей снова пообещали Друг другу не ссориться ради нас и нашего А нахрена обещать, если вы это не выполняете Ну давай скажем Мы попытаемся Ну как-то слово обещаем Это должно быть как-то, я не знаю Ну что-то, ну хотя бы не на месяц Ну подольше сроком Я не знаю А потом Илья поговорил с Владом, что больше меня обижать не будет Брат его услышал И еще сказал, что в ближайшее время съедет от нас Я хочу уехать в Москву Здесь я попробовал Не получается Хочу поехать туда, где у меня Хочешь только получалось И через два дня брат собрал свои вещи И купил билет в Москву Я боюсь, что он обижается на меня Как будто я его выгнала Но Влад сказал, что все понимает И что нам нужно с Ильей жить своей семьей Короче, если будет еще раз обижать Пиши мне, ладно Я буду с ним по-другому разговаривать Ты когда приедешь? Когда родишь, тогда я приеду Все, пока-пока Пошли нас ждет Люблю тебя очень сильно Пока Да, веселый выпуск А мы еще не рожаем У меня уже последний триместр беременности И это очередное испытание для моего тела Я мечтаю скорее родить Я не вижу ничего положительного в беременности Ну, как бы, когда он пинается, ребенок Мне больно Потому что он мне ребра все отпинывает Он, да, матки когда скачет Да, маска там от чего И там задевает Я, блин, еле до туалета добегаю Чего радостного-то? С Ильей у нас все замечательно Я его не пилю Он мне помогает и заботится С большим животом Ленки сейчас максимально неудобные Некомфортные Даже носки надеть не может Наклоняться лишний раз Это уже я Вставать там лишний раз тоже Я иду вставать, помогаю Вот только гулять с животом мне тяжело И мы с Ильей давно никуда не выходили И когда он сказал, что хочет съездить со мной к нашим друзьям Я очень обрадовалась У вас не хаски, у вас дворовая хаски И за время беременности мы мало общались И я очень по ним соскучилась Я одушевленная? Нет Я могу ездить? Ну, так-то На тебе могут Я теперь, да? Да А, сейчас, секунду Что, все, что ли? Разражаем Я одушевленная? Нет Нет Я большую Все, ты принесешь Кольцо Знаю, что я тебя очень сильно люблю Надеюсь, мы проживем долгую счастливую жизнь И выйдешь за меня Так да Нормально, с бумажкой на лбу Я очень хотела предложения Ну, как бы я хотела милого, красивого Ну, как бы, ну, так тоже хорошо Понимаете, бля Не было, бля Тысячи роз и предложений на вертолете Говняненько Ну, ладно Так и быть, как бы Ну, не очень, конечно Ну, так По-бомжатски Ну, ладно Типа Так и быть Я хочу, чтобы мы прожили счастливую долгую жизнь Семьей Я люблю ее И все Я одушевленная Это очень, очень, очень было мило У меня прям такой мандраж Я тоже захотела замуж И то, что я Ну, астафишка в 16 замуж выходила Леха решился на это Он вообще красавчик Я одушевленный предмет Вроде на мне остановились Нет Ребят, давайте заснимем видосик Какой? В смысле, какой? Мне предложение сделали Ну, и что? Тем более Сейчас в ВКонтакте появилась новая функция Клипы Что это такое? Вот, смотри Тут всякие видосики Давайте запилим сюда видосик Тем более, там можно легко раскрутиться Ой, что это такое? Что у нас такого интересного в этом? Блин, ну это крутое приложение для раскрутки себя Прикольно Леха, сделай мне еще раз предложение Ну, а чего? Лин, знаешь, что я тебя очень сильно люблю Надеюсь, мы проживем долгую счастливую жизнь Ты выйдешь за меня? Да Да, вот это прям эмоции Оскар! Оскар, пожалуйста Заносите, бля Выйдешь за меня? Да Да Согласна Спасибо Очень было приятно Ура какая классная реклама просто актер от бога эмоции то ты что можно фильм снимать или я сказал что не делал предложение раньше потому что понимал что денег нет а сейчас работаю у отца примерно за год он накопит на свадьбу моей мечты и ребенок как раз подрастет новость о том что я выйду замуж за илью мне захотелось рассказать и на следующий день я позвала ее к нам в гости и на следующий день я позвала ее к нам в гости наконец-то а чё про свадьбу думаете мне точно не скоро первых не надо родить и как минимум хотя бы похудеть крути через годик премьер молодец илья наконец-то решился спасибо я конечно обрадовалась но я почему-то думала сначала что они ко мне приедут благословение попросят но они же молодежь они еще этого не понимают не знают ладно хоть предложение сделал уже слава богу своей семье илья тоже сказал о нашем событии то есть если хочешь типа c сделать предложение надо у всех спросить можно ли а если скажут что они это шо делать хоть чуть предложение делаешь мамка запретила так ты будешь со мной жить мамки слова дороже мамка кажешь а ты мне не подходишь я очень рад что настроил себя смотрите расписаться обязательно надо по-любому и желательно бы конечно сходить в церковь и повенчаться прям советчики от бога собрались мы с ильей готовимся к появлению сына купили немного вещей заказали кроватку и сами и собрали сейчас стараемся экономить потому что илья поменял работу устроился в компанию строительных лесов очищает дерево от цинка зарабатывает в месяц 26 тысяч рублей на жизнь хватает но особо не пошукуешь хорошо с папой уже все не работаем уже построили сделали ремонт с работы у отца я ушел потому что работы очень мало не в месяц вышло в 1015 понял что денег не хватит ни на что батя зарабатывал больше серии решили что назовем сына не артем а по-церковному артемий почему не эпифаний блять уже артемий сокращенно будет тема и чем ближе роды тем больше я о них думаю очень переживаю как все пройдет после диагнозов синдром дауна тонус матки грязные воды я больше всего на свете хочу чтобы наш с ильей сын родился здоровым много времени провожу в интернете читая про роддома в ижевске и соседних городах по отзывам нашла офигенный роддом перми перми там на бали сразу едь господи так чё смотри тут чё пишут профессионализм врачей прекрасный персонал родовое отделение мышка комментарий оставил главврач вот такие ничего круто круто на следующий день илья ушел на работу а я на узи прежде чем ехать в пермь которая находится в трехстах километрах от ижевска нужно убедиться что с ребенком все хорошо и такие расстояния часа три-четыре так нормально то есть да все хорошо вот это лицо глаза у нас ротик смотрите головой вниз лежит до лежит правильно сердцебиение хорошее внутренние органы позвоночник все в норме спасибо после узи я написала илье и позвонила маме рассказать что буду рожать в перми она тоже не сможет со мной поехать из-за работы но сказала что у ее родственников там однокомнатная квартира которую они сдают и квартиранты как раз съехали она попросит чтобы я там пожила илья купил мне билет на поезд еду заранее ведь могу родить в любой момент он на поезде поехала две недели я прожила в перми одна а потом ко мне из москвы прилетел мой старший брат влад и как оказалось не зря потому что через пару дней у меня начались схватки где зеродом алина прислала фотографию обрадовался красивый весь меня пока я прихожу в себя врач показала мне как кормить ребенка а потом переложила его на столик чтобы я немного отдохнула алё мама я родила то есть родился здоровым мальчик квощу ура он чихает смотрю на сына и не верится что все самое страшное позади да вроде нормально все мамой быть мне нравится с помощью врачей я уже научилась и купать и кормить и пеленать теперь жду главное событие выписку которая будет уже сегодня алёй алина привет я у тебя под окнами стою рада как ты меня не видишь ребёнок то рядом у тебя в кормотке спит ну всё давай выходи уже я за тобой алине уже капец соскучился уже три недели не виделись ой скорее бы уже кроме Ильи с Ижевской еще приехали его мама и сестра Настя с мужем Петей брат Влад тоже будет на выписке а моя мама вместе с моей двоюродной сестрой Арины выехали позже и будут нас встречать в квартире в Перми мне его на руки дали мандраж какой-то сердце колочится мой малыш уже все наследник давайте фотографируем ну вообще просто у меня руки дрожат я не знаю что делать такой молодец спасибо подержи у меня руки дрожат можно я теперь подержу малыш похож на Илюшу щеки прям щеки Илюхи давай осознал конечно осознал что дядя чувствует частичка нашей семьи после выписки мы всей большой компанией поехали на квартиру чувствуешь себя папой тоже как ты не знаю как описать даже все теперь по ночам будешь чувствовать бров ко мне подмигнул ты делаешь вид что не слышишь да не Илюха от этого не отвертишься не с папой будь спокойный да смотри это больно еще Лео ой Лео Тюма на кого похож не знаю и на папу и на маму и на себя потом виден будет чувствуешь себя бомбулитой да конечно эти несколько часов пролетели очень быстро и всем уже нужно уезжать в Ижевск Влад улетит в Москву завтра а мы с Ильей решили побыть в Перми еще минимум неделю чтобы Артемий немного подрос а потом уже поедем домой и будем снова хату сдавать глядя на сына я вспоминаю сколько всего мы с Ильей пережили ранняя беременность и диагноз который мог бы навсегда изменить нашу жизнь мы ссорились и мирились обижались и прощали но мы были рядом и вместе прошли весь этот сложный путь если так получилось как бы что вы забеременели рожать вот когда эту булочку принесли я думаю все зачем для чего мне еще жить как не для этой булки это мило понятно то есть дальше жить только ради ребенка и срать я хотела на свою личную жизнь на мужа и вообще на все жизнь ради ребенка а когда ребенок вырастет и уйдет из семьи жизнь прекратится вот что она хотела вам всем сказать с радостью прочитаю ребята ваши комментарии подписывайтесь на канал переходите по ссылке в описании если хотите тоже заниматься ютубчиком не обязательно тем чем я а просто разбираться зарабатывать снимать и быть популярным ссылочка в описании сейчас 90 процентов скидка увидимся в новых выпусках всем пока